раз-два-три-четыре-пять всем здрасьте вами сварок и у нас завтра уже начинается призыв на похоть на лимитку вместе с высом который может там же упасть и я сегодня решил поговорить непосредственно про высо потому что в телеге гуляют по всем группам какие-то непонятные тесты высокомерного с артефактами и я думаю дай-ка я тоже что-нибудь по тысячу я думаю что многие из вас видели ценник на покупку виртуальные голды и также как я считаете что этот ценник конске поэтому я могу вам предложить сайт донатов нет где вы можете задонатить напрямую притом дешевле чем самой игре забудьте про передачу аккаунтов все пополнения только по айди игрового аккаунта а при регистрации по моей ссылке вы получите купон который даст скидку на первую покупку и в этих самых непонятных тестах у них вы с имел почти что двадцатку атаки 400 с копеечкой крит урона интервал атаки 14 и на нем тестили череп пламя разрыв царства охоту клон потока и его личный арт ока смеяния самый прикол в том что вы с был одет непосредственно в рев и я такой думаю ну логика в чем вы же в магии души должен по идее показывать более лучшие результаты поэтому я такой ну надо потестить во первых какой ему шмот одевать и я пришел к выводу который сейчас вам расскажу тестил я магию души все три шмоточки на атаку потом менял на крит урон чек одну потом вторую чем я на крит урон чек и делал то же самое с ревом так вот записал чтобы мне показывать километры боев вы с магией души в любом случае накидывает больше урона до второго щита чем в реве соответственно и до 3 и до конца боя он также будет накидывать больше урона тестил я все до второго щита потому что ну смысл мне гонять 5 минут до сюда одно и то же с тремя цацками на атаку в магии души он накидывает 55 с половиной миллионов урона до начала второго щита с двумя атаками уже накидывает 59 когда у нас одна шмоточка на крит урон а когда у нас две шмоточки на крит урон соответственно он накидывает почти 65 цифры с ревом совсем другие и они максимально унылые потому что с тремя атаками вы с накидывает 46 с половиной миллионов урона что в принципе на десятку меньше того же урона который он дает с магией души где также три атаки но и прогрессия роста с ревом также очень печально на замену крит урона потому что с двумя цацками на атаку в львен дает 48 а с одной цацкой на атаку и двумя на крит урон дает всего лишь 50 миллионов до второго щита что в любом случае меньше чем мы бы одевали на него магию души ну и в принципе он получается как хекс потому что хекс с двумя крит уронами на клан боссе наваливает больше всего урона то же самое и вы с параллельно с этим вы и похоть если у вас есть тора помогут вам закрыть последнего босса эпилога потому что куда ни кинь везде есть либо вальдерон либо вис с похотью а чаще всего они вдвоем поэтому данная связка тоже будет себя хорошо показывать также и на разломе кстати я его не закрывал еще надо будет какой-нибудь день выделить просто посидеть на стриме потратить все это дело поэкспериментировать что касаемо артефактов тестил я вы со сличным артом он у меня как видите 10 10 без пробуд без ничего просто как бы есть но я не брал в команду салазара так бы я высу напарил какую-нибудь алую охоту которая просто она увеличила бы его урон на 30 процентов по кровотоку также на него в принципе можно вешать курицу которая называется разрыв царства потому что увеличивает урон за дальность и там тоже странный расчет идет на самом деле не всегда он повышает на 8 процентов чуть-чуть побольше получается то же самое может на него вешать холодное плаве потому что да вы там получают урон от босса но нас так и за 12 секунд плюс 33 процента к урону ну почему бы и да там совсем небольшие проблемы за тот же последний щит и начала валяния босса вы совершенно спокойно с этим справиться да в принципе за любой щит и за начало валяния босса пока кб лежит поэтому холодное пламя также ему подойдет ока греха не стоит на него вешать потому что у него не такой уж сильный массовый урон в виде 30 процентов который получает цель поэтому тоже как бы но ок греха не особо рентабельно будет давать ему какой-нибудь воющий череп но можно попробовать но если у вас есть курица то это будет наверно лучший выход потому что собрать фуловое око осмеяние будут на максимально трудно и тяжело хотя не знаю может кому-то и повезло и он его собрал мало ли вдруг там уже как у дроп даст одевать какой-нибудь талисман решимости ну в принципе да можно попробовать но для этого нам нужно чтобы на высевый сел щит постоянно это нужно гвендолин которая на кб в принципе не особо ходит поэтому тоже как бы ну толку особо и нет вот этого артефакта но если вдруг вы хоть из гвиндой на кб то как бы да под щитами урон будет возрастать на 35 процентов и как бы она не вешала плохо щиты но я думаю что сам щит висит какое-то небольшое время плюс 6 секунд после исчезновения щита буст к урону у нас будет почему бы и да брать какой-то ключ отступника но мало полезного потому что в принципе повышение урона на 12 процентов по сравнению с любым другим артом это маловато а рост хп шикому особо не нужен потому что ну а смысл он и так на том же самом кб прекрасно стоит она 1 пробуде еще во время ульты он будет еще и хилятся на 5 процентов от каждой базовой атаки но и в принципе из всех синергии на мой взгляд связка высы и похоти максимально кажется рентабельный потому что они дают друг другу прекрасные бусты нет конечно же да самая имбовая энергия у нас у сайласа но там верно главное чтобы просто было а похоть вы саму вдвоем неплохо наваливают и прекрасно себя дополняют в любом бою поэтому кто будет завтра открываться на этих двух товарищей ребят я вам желаю максимально удачи успеха и вот это вот все для того чтобы вы вытащили себе и высы и похоти потому что высая себе вытащил но совершенно недавно за чуть больше год игры и на 11 тысячах круток у кого уже есть в из всем желаю выбить похоть но и по поводу уронов того же самого высая зашел с ним на клан босса с личным артом который не не качан считай никак выс выдал 126 миллионов уроне но опять таки если я уберу личный арт то и одену на него ту же самую курицу то урон у него подрастет и вот такие вот статы да у моего высека крит урон 380 скорость 338 и атака 16 с половой плюс где-то там на дропала на реген ярости но на самом деле реген ярости ему не особо здесь нужен его и похоть если что под зальет чуть-чуть когда будет бить по своим плюсы он заливался на постоянку зеленый ну что касаемо пробуд все у него хорошие на 1 там конечно под сил который не особо решает но пускай будет в случае чего он может помочь на 2 крит урон на 3 у него увеличен 15 процентов урон по поджогам а поджоги он вешает в ульте плюс поджоги вешались не только лишь он есть и другие герои с поджогами на 4 у него идет дополнительный реген ярости от атаки и на 5 пробуде он первыми пятью ударами наносит дополнительно 100 процентов урона и также получает сразу максимальный бонус к скорости атаки от своего таланта поэтому высека качать пробуждать стоит рекомендую собирать стоит вместе с похотью он получает прекрасный результат и может выдавать хорошие цифры дэмэджа а на этом все с вами был сварок всем благосклонного рандома богатого дропа и мирного неба над головой удачи